Это сделал два броска, и вот вы сидите зрителям, и вы пришли кого-то проявить с улицы, и он говорит, смотри, как этот парень бросал, бросал и проиграл в шлопу. Как? Вот где это доступно для зрителей? Потому что федерация всегда говорит, мы хотим создать звезд, доступное зрителям, понятное зрителям. Как он поможет? Когда человек бросает, он проиграл в шлопе. Что это за глупость? Там ниже пояса явно оказали, там это, ну это же рефлексы. Опять же, эти правильные и неправильные захваты, но это тоже, я считаю, глупость. Если это боевой вид, ты же не будешь на улице говорить, вот ты меня неправильно взял. Надо разрешить буквально все захваты, но есть захваты, которые действительно приводят к травмам, когда рука заправляет, там можно пальцы сорвать, там еще все, но другие, там так нельзя, так нельзя, так нельзя. Это борьба, я тебя взял, учись отрывать этот захват, разрешать, не давай этот захват в конце концов. А сейчас, получается, во многих примерах, которые они сейчас создали, это как поддавки. Я у тебя выиграл захват, вот там, скажем так, поставил, я тебе мешаю бороться. Как они говорят, ты мне мешаешь бороться, ты не даешь мою технику делать. Это борьба, ты давай выкручивайся, что-нибудь придумай, как отсюда выйти. А это что, если я выиграл захват, там, привел его, я же создал преимущество, если по улице смотреть, я выиграл человек, такую ситуацию, ну, все, выкручивайся, давай, ищи противоядие. Как это так? Или, например, извини, уж последняя, ну, конкуренция настолько возросла, да, ведь и как пошло, пошло здесь, то есть, то есть, то есть, потом три, потому что японцы удивились, убедились, что одна техника не дает преимущества. Когда выйдет, там, детям, два тысячи метра, там, и японцы, метр семьдесят, конечно, выиграть им очень тяжело, поэтому они стали водить посолеты. Потом, когда я боролся, было только япон и ваза, еще было, там, типа, ничкай, ваза какая-то непонятная, там, которая в голове у судей держалась, потом ввели юг, потом ввели и кок, да, действительно, потому что даже если соперника бросил, скажем, на задницу, да, я получил преимущество с точки зрения боевой ситуации. Это должно оцениваться, сейчас вот смотришь, человек там иногда кувыркает соперника, то на живот бросит, то на задницу бросит, то еще куда-то бросит, несколько бросков, а по замечанию, да, или, например, вот сейчас вот, япон, за две коки на руки упал, вазарили, а это оценка, кок, по старым правилам, эффективно, ну, вот, даже с точки зрения зрителей, вот человек упал на задницу, да, вазарил, или человек бросает, там, япон, вазарил, там, близко к япон, вазарил, это же разные вещи, вот как раньше, я бы так сказал, раньше в старые правила была заложена красота движения, то есть красота движения, то есть оно именно оценивалось по качеству, именно по красоте, качество и красота, то есть кока, юка, вазарил, япон, То есть никогда не могло что-то выиграть в одной юге, потому что качество, красота было на первом месте. А сейчас, я надеюсь, что все-таки в федерации, не только я, я знаю много моих коллег, друзей, возмущаются этим правилом. Уже во многих странах проводят чемпионаты по старым правилам, много соревнований проводится по старым правилам. У людей такая ностальгия, так сказать, по этим всем делам. Поэтому я все-таки верю в разум, в логику, что в конце концов к этому вернутся. Но Ката Горома, это любимый прием был Дзюгора Канома. Вы что, получаете? Человек, который создал дзюдо, вы ему в душу плывете? Вы запрещаете делать те приемы, которые любил Дзюгора Канома? Давайте вернемся к ним. Либо это назовите не дзюдо, а другой вид спорта какой-то. Ну, по сути, так уже, наверное, и происходит. Мне так кажется. Ну, это мое мнение, другой вопрос. Ну, нет, это боль, потому что мне уже почти скоро 70 там, да, и я просто уже не знаю, смогу ли я увидеть тот дзюдо, которым мы все вынесли. Ну, скорее всего, вряд ли. Ну, ты порадовала меня. Не, ну, уже так далеко, как бы, здесь зашли. Здесь надо большие делать изменения. Но это другой вопрос. В Олимпиаде вернемся. На ваш взгляд, кто покажет из стран, точнее так, сможет ли российская команда показать, ну, результат не меньше, чем на предыдущих последних двух. Ну, это первое. И второе, все-таки на ваш взгляд, кто продемонстрирует лучший результат из сборных. Из россиян? Нет, из сборных, не из россиян. Просто сможет ли российская сборная показать результат не хуже, чем на предыдущих двух. Ну, то есть, получить одну-две золотые медали, да? И какая из стран вообще сможет показать себя лучше? Ну, понимаешь, вот, благодаря этим правилам, они, для японцев им надо наплевать. Они сами говорят, да нам наплевать, какие правила, мы все равно будем выиграть. Потому что они в основном делают там такую классику, там, подхваты, передние подножки, подсечки, то есть у них расход с захватом ног не так много было. То есть вот в их... Они были, как всегда, и некоторые даже бросали за ноги там, но в основном у них была такая классика. Поэтому есть ноги, нету ноги, для японцев это не важно. И тот же чемпионат мира в Японии показал, что у них сейчас, конечно, на голову выше всех. Из-за 14 весовых медалей, которые будут развиваться, я думаю, они возьмут 8-9, вот так вот примерно. То есть они оставят всем остальным странам там 6-7 медалей, не больше. Да, ну, для золота. Шанс, ну, подборная Россия, если брать там, например, ну, Игольников был хороший, очень хороший, понимаешь, очень хороший. Потому что он, когда пришел в сборную, вот, он просто всех убивал. Я ему еще тренеру говорил, я говорю, Джанни, как вообще ты будешь прятать от сборной личку? Он говорит, никак не спрячивать, говорит Николаевич. И его Гамба не отпускает со сборной, даже если он заболел, он сидит там в сборной. И вот эта качка привела к чему? То, что Миша уже прооперировался, вообще у нас получается, вся сборная прооперировалась. Вот я когда учился в высшую школе тренеров, мне Евгений Михайлович Чумаков говорил, Володя, если у тебя больше 10% в тренировочном процессе травм, значит, у тебя тренировочный процесс неправильно. А у нас, ты знаешь, этот процент намного выше, травматизм сборной страны. Гамба и вообще любого главного тренера сборной России спасает все. То, что у нас в каждой весе, ну, от 3 до 5 равных человек. Миша сломался, Петя заборолелся, Петя сломался, Вася заборолелся. И вот так вот это, кто придет к Олимпиаде, вообще неизвестный, здоровый придет. Тот, что Халмурзаев, в принципе, он попал-то перед Рио-де-Жанейро буквально за год, может быть, к Олимпиаде. Он еще не успел там потерять свою свежесть, чувствительность, вот эта качка там и прочее, и все. Его вообще, честно говоря, все знали, что Гамба его не хотел ставить на Олимпиаду, он хотел поставить Нифонтова. Но он травмировался как полиэтил. Ну да, ты вспомни, Ванька, он все время травмировал. У нас, получается, каждая олимпийская команда новая, каждая олимпийская команда новая. У нас нету перехода. Почему? Потому что очень высокий травматизм. Я считаю, что он травматизм, в основном, из-за железа. Из-за железа. Поэтому сейчас какая команда? Ну, я считаю, до 81 килограмма, ну, если в шестерке, ну, мало вероятно, кто будет в тройке. Это вы имеете до 60, 60, 70, 80? 73 вообще вес непонятный какой. Могушков, Ярцев, уже старый из деды, да. Вот, и даже смотреть, там, по шлемам, как они борются, там, неубедительно борются. В 66 килограмм сейчас вообще непонятно, кто там. Пулянишка возит, он падает. Даже уже и в первых схватках прям падает. В 60 килограмм Яга, молодой вроде бы, да, интересный парень. Ну, он гоняет очень много, то есть, ну, он высокий, худой, не гонять нечего. Тоже зависит от того, как он вес сгонит, эффективно, неэффективно. Если плохо сгонит, то и... А так, он может, за медаль бы мог побороться. Но, опять же, кого поставить? Его им Швидобадзе, это, ну, смотрели сборный, там, вот. Вот, 81, Хубецов, Лапинагов, Халмурза, я, к сожалению, не рассматривал, но нет у него борьбы. А эти тоже на уровне восьмерки. Ну, просто восьмерки. Конкурентов, там, Япония, тот же Малай, там, да, там полно ребят. 81, очень тяжелый вес. 90 килограмм, миска может удивить, но миску может и проиграть. Вот, видно, как он борется, нестабильно. Не знаю, почему, кстати, он так борется. Потенциалы высокие. Европу выиграли с блеском в прошлом году, да? В этом году вообще никак. В 100 килограмм, ну, тоже где-то от третьего и ниже. В финал вряд ли кто попадет. Там, Адамян, или там, Ильясов, Нияс, там. Еще Билалов там есть, там, три человека. Ну, они все примерно одного уровня. Ну, Адамян даже, может быть, чуть-чуть выделяется сейчас. Вот. В тяжелом весе Инал, Тасоев и Башаев. Кого поставить в сборную, непонятно. Башаев, вроде бы, как бы доказал, что он кропалик уже там, два или три раза хлопнул на Японию там. Вот. А Инал Тасоев, японцев хорошо бросает. Прямо в Японию выиграл большой шлем, там, двух первых. Они между собой конкурируют. А от кого поставят сборная? Ну, мне больше нравится Инал Тасоев, например, да. Как-то более такая стабильная борьба. Женщины как-то подросли. Подросли, мне кажется, нет? Ну, нет, женщины, да, подросли за счет того, что, может быть, много стартов. Много стартов, они просто накатались, накатались, накатались. И качество борьбы, как таковой, там, ну, кто? Наташка Кузьмин, она... Уже возраста, может, сказаться, в детстве. Уже последние годы что-то особо медали не дает. Пару забравить, мы сели спиной к спине. 48 Долгова, 52 Кузьмин, 57 Кузьмин, Комкина есть, там, еще кто-то. Я, кстати, сейчас дождусь не смотреть. Вот, ну, женская команда в медали точно нет. Мне, как раз, я даже могу там парить за ключи, с кем угодно. В женском жидо медали не будет. А в общем, в общем, ну, вы уже сказали, в общем, конечно, японцы, наверное, скорее всего, будут лидерами, да? Да убивать будут просто все. Просто будут убивать. Вот они приезжают там, они, кстати, сейчас... Полностью команда в медали, что они никуда не приезжают. Там, не знаю, то ли они втихаря как-то приедут один-два человек из первых номеров. Там, пока-то вот сейчас на Азии бороться. Там, Мукае бороться, ну, все, да. На Азии не было, там, других жены не было. Вот, они вообще на Азию редко приезжают первым составом. Ну, точно так же, на Большой Веселево, на Гран-при они тоже приезжают там. На мир приедут лидеры, как вы думаете? Или не приедут перед Олимпиадой? Не знаю. Понимаешь, тактику японцев трудно понять. Часто бывает, вроде бы видишь, видишь на соревнованиях одного человека, а на Олимпиаду приезжает другой. Но, правда, сейчас уже они объявили состав, кто будет на Олимпиаду. Вот, но я думаю, что, кстати, может быть и изменения будут. Например, в 90 килограмм этот парень у них что-то везде стал проигрывать. Хараса, вот, чтобы, ну, в тяже, там, я уже забыла. То есть, непонятно. Ну, может и будут изменения такие, может быть. Ну, незначительные, незначительные. Вот вы были гостем, точнее, не гостем, вы были, помните, на гран-при Тель-Авив. Да, второй год назад. Да, сделали мы там с вами ваш урок. По поводу израильской команды хотелось бы сказать. Вот есть у них такие вот Саги Муки есть, есть Микер там, есть Сасон. Как вы думаете, израильская команда сможет что-то показать на Олимпийских играх? Ну, прошлой Олимпиады была только одна бронза у них, у Сасона. Как вы смотрите, вот, допустим... Ну, Муки сейчас интересен, да, Муки интересен. Ну, опять же, вес очень сложный. И много будет зависеть от жеребьевки, кому он попадет там. Может, он сразу попадет там на ногах, там, еще на кого-то там. Хотя там первого смерти жеребят, я просто не знаю, там, как это будет там 18-45, 27-36. Вот так вот, где все они идут. Куда, как он там попадает, то есть, кто с кем. Во-первых, я бы так сказал, у японцев вообще сам рейтинг особо не интересует. Им наплевать, это вот все равно Риннер. Вот Риннеру, ему важно попасть в эту 8-45, чтобы ее заребить, или нет. Наоборот, все будет от Риннера бежать, правильно, да? Точно так же для Японцев. Первый номер, второй номер в рейтинге, им на это наплевать. Это вот другие будут смотреть, я знаю, чтобы по первому номеру не попасть, там, еще там. Они вот сейчас вот по последним два старта будут, как бы, что-то пытаться передвинуть. Хотя передвинуть сейчас очень сложно. Всего идет по 6 результатов, 5 результатов турнира, и 6 результат идет чемпионат мира, и... Нет, чемпионат континента и мастерс с 6 результатами. Либо мастерс, либо... Поэтому уже все эти ячейки заняты. И для того, чтобы, скажем, добавить очков в 200, тебе надо, скажем, попадать в призер. Потому что, скажем, ну вот у всех, я смотрел, сейчас минимально, особенно те, которые вот были сейчас на мастерс, у них минимальные очки идет, например, в 200, то есть для того, чтобы ему хотя бы 100 очков заработать, он должен попасть в восьмерку, восьмерка 360 очков. Седьмое и восьмое место 260, вот он может добавить 60 очков, если он попадет в восьмерку, и потом проиграет. То есть прирост будет очень небольшой, потому что уже все выбрано, понимаешь? Вы сказали по поводу спортсменов Таджикистана, которых вы курируете, да, в настоящий момент? Ну, я бы не так сказал, курирует, особо там не курирую, просто... Ну, кто, кто, кто едет из, вот, в принципе, практически уже решено? А, кто уже попал на Олимпиаду? Кто? 73, там два человека, Махмарбиков и Каджизадан, 90 килограмм из-под триллиона из тяжелого веса Рахима. Это уже 100%, ему сказать, петерка. И плюс четвертая, петерка пойдет, либо мой ученик там, от малого рода, либо в 60 килограмм там появился мальчик, который сразу что-то влет, стал третим на большом шлине. Ну, опять, борьба в Афганистане стабильная, он потом боролся в Турции, проиграл тонку молодому, то это просто разматривает, не просто разматривает. То есть тоже очень многое зависит от жеребиста, потому что опыта мало, у него вообще стартов никогда никаких не было. Вот просто неплохой парень, я говорю, от природы поездил. Просто в Афганистане очень много талантов, это доказывает и та же Россия. Очень много таджиков приехали, получили паспорта, и уже многие, несколько человек, первая сборная команда, ну не первая, но сборная команда России, попадают уже готовиться и в САМА-70, много других регионов, очень много таджиков, которые тренируются, хорошо тренируются, благодаря вот своей генетической такой талантливости, как я говорю, заточенности на борьбу. Поэтому, ну я говорю, для того, что в Таджикистане вообще нет денег, они получают четыре путёжки. Владимир Николаевич, в завершении нашего разговора, пожелайте что-нибудь олимпийцам. Нет, ну олимпийцам, конечно, это же играет медаль, любой, кто туда и поедет, он тот, кто завевает медаль. Это очень тяжелый труд, вот это большая ответственность, раз в четыре года, сейчас получается раз в пять год попасть на Олимпиаду, это огромное достижение, даже просто попасть на Олимпиаду, что, понимаешь, если, например, я помню, на мои времена, когда я боролся, просто попасть на чемпионат страны, это уже, считалось, прошел такой большой отбор, так и здесь, то есть если ты попадаешь на Олимпиаду, это большой подсчёт, поэтому желаю лидерам показать себя, доказать, что они достойны вот этой лидерской позиции, ну а некоторые, типа, как там, тоже Базилий или другие спортсмены, Халмурзаев, могут это выскочить, как бы, из-за стены, там, и выиграть Олимпиаду, то есть это интересный будет турнир, но я думаю, что подавляющее японцев там нам обеспечено, но половина медалей сто процентов, вместе с женщинами, там, из четырнадцати медалей, ну, естественно, хаматные сегодня выигрывают, там, без вопросов, во-первых, они как хозяева, допускаются полным составом, и там, и там, то есть у них есть возможность выбрать самых сильных, это будет самая мощная команда, поэтому из пятнадцати медалей разыгрывать идут, семь-восемь медалей будут за японцами, ну, даже просто брать, там, сам, понимаете, 60 килограмм, 66 Аби, там, 60 Токата, 73 Орны, ух, кто его снесёт? 81 Нагаси может быть, проиграть, он такой яркий лидер, скажем, как у нас, 90 килограмм тоже такой есть сейчас сложный, 100 килограмм, может быть, даже у нас не будет чемпионом, а в те же тоже не будет, ну, вот, три медали у мужиков, как видим, уже 34 медали, больше не будет, арифметика простая, это, понимаешь? Олимпиада в Японии, японцам флаг в руки, как говорится. Дома даже стены там такая, как говорят, там всегда. Владимир Владимирович, спасибо вам за интервью, ну, будем следить. За моими прогнозами. За вашими прогнозами и вообще за Олимпийскими играми. Всё-таки, да, на самом деле, как ни крути, это большое шоу, большой праздник для всех любителей дзюдо, для всех. Понимаешь, вот Олимпиада, это как бы результат профессиональной деятельности, а вот то, что мы сегодня с детьми работали, вот, вот надо о чём думать, чтобы вот из этих ребят выросли хорошие люди, организованные, умелые, которые хорошо учатся, которые делают свою работу. Не главное, чтобы кто-то из них стал Олимпийским чемпионом, главное, чтобы вот они были здоровые, чтобы у нас в России, в России здоровые дети, поэтому то, что сделан Махир, и он прям с таким удовольствием, он всё равно мне звонит, вот, Владимир Николаевич, я такое удовольствие получаю, сейчас от работы с детьми. Вот мне, например, это грубо тяжело, это вот этот шум, грамоти, детский, я привык уже там последние 20-30 лет работать только с мастерами. Ну, тоже смотришь на их глаза, на их осиёзы, на их улыбки, и это вот такой кайф, это вот не описывание. Согласен, согласен. Спасибо вам. Спасибо вам. Что выделил внимание. Очень приятно с вами всегда беседовать.